Южная Франция – понятие скорее эмоциональное, чем географическое. Потрясающие синевы моря, изумрудная зелень равнин, величественные горы, пейзажи здешних мест не просто впечатляют, они остаются в сердце навсегда. Понятие «Южная Франция» объединяет области и территории – Прованс, Альпы, Лазурный берег, южную оконечность Пиренеев, Аквитанию, граница с Испанией, Лангеда-Круссильон, Авернь, Лимузин, Пуату-Шаранта, Рона, Альпы, остров Корсика. Каждый регион Южной Франции обладает неповторимой индивидуальностью, некоторые области испытывают сильное влияние соседей – Италии и Испании. Климат региона. Погодные особенности региона соответствуют субтропическому климату, четко отделенного от умеренного климата центральной и западной части страны. На заметку. Зимой температура воздуха не выходит за границы средних показателей в 7-9 градусов со знаком минус. Летом в южном регионе жарко и сухо, в этих местах неоднократно фиксировались абсолютные минимумы выпадений осадков. Температурный режим в разгар пляжного сезона на юге Франции может долгое время удерживаться на отметке плюс 30 градусов. По мере удаления вглубь Франции тепло сохраняется, однако субтропики все сильнее испытывают давление континентального климата. Туризм, отдых. Основными туристическими направлениями французского юга, какими чаще всего пользуются иностранные туристы, можно определить отдых на курортах Средиземноморья, экскурсионные маршруты по многочисленным южным достопримечательностям, путешествия в горные районы Франции, лечение на местных курортах, спортивный отдых, дайвинг, виндсерфинг, яхт-клубы, посещение фестивалей, национальных праздников. Проще говоря, на юге Франции есть где отдохнуть, что увидеть и что съесть. Отдых во Франции отличным помощником в успешном планировании будущего путешествия может стать карта юга Франции с обозначениями и пояснениями на русском языке. Вдоль побережья юга, с востока на запад, расположены знаковые малые и большие города, пользующиеся постоянным вниманием иностранцев. Ницца – курорт элитных пляжей французской ривьеры, изысканная жемчужина Средиземноморья. Канны – место ежегодного проведения одного из главных мировых кинофестивалей. Экс-Сан-Прованс – город знаменитых «блошиных» рынков, красочных арт-фестивалей, мекка для любителей сладостей и вкуснейших местных фруктов. Во Фрежуси, удачно вклинившемся между Сент-Тропе и пригородом Канн, можно с комфортом понежиться на песчаных пляжах и впечатляться фрагментами древнего зодчества, сохранившимися в разных местах бывшего военного порта Южной Франции. Авеньон знаменит театральными фестивалями и обилием средневековых замков, бастионов, церквей. Марсель, пожалуй, самый знаменитый, крупнейший порт Южной Франции. Избирался культурной европейской столицей, на территории находится множество музеев, фрагментов античных построек. Монте-Карло известен, как большой город-казино с великолепными пляжами и фешенебельными яхт-клубами. Сент-Тропе с недавнего времени облюбовали деятели кино, отсюда началась мировая слава одного из кинематографических символов страны, неподражаемый Бриджит Бордо. Сен-Рафаэль привлекает любителей горного экстрима, склоны здешних гор на юге Франции находят лучшим местом для скалолазания. Тулон славится великолепной архитектурой и многочисленными фонтанами. В Бриансоне собираются почитатели отдыха на французских горнолыжных базах. Город забрался в Верхние Альпы, откуда открываются потрясающие красоты горные пейзажи. Недалеко находится Франция с Италией. В прованский день Лебен приезжают за здоровьем, на воды. Целительная сила местных термальных источников в приложении с чистейшим воздухом и обилием южного солнца хорошо известна далеко за пределами Франции. Сестерон отделяет южный Прованс от северной части. Славится одноименной крепостью, чудесными видами скал, обилием лавандовых полей. Драгиньян – город фестивалей, виноградников и оливковых рощ, достойно представляющий Прованс в ряду уютных городков юга Франции. Лосета известен как центр парусного спорта и одно из лучших мест южного побережья для подводного плавания в уютных теплых бухтах. Арль является мировым культурным достоянием, южный французский город включен в список всемирного наследия. В бывшем античном порту сохранились в первозданном виде многие шедевры зодчества и культурные ценности. Оранж, благодаря неплохо сохранившимся античным амфитеатрам и триумфальной арке во славу Цезаря является объектом мирового культурного наследия по версии ЮНЕСКО. Монпелье иностранцам напоминает Париж, входит в число крупнейших городов страны. Перпиньян – столица южно-французского виноделия поблизости от границы с Испанией. В оформлении городского вокзала участвовал великий Сальвадор Дали. Биарриц – блестящий представитель серебряного побережья Атлантики. Сюда едут для занятий серфингом или для отдыха на бальнеологических курортах. Байона из небольшого южного поселка рыбаков вырос в один из крупнейших портовых городов Франции. В Байоне производят знаменитый окорок, ему же посвящены многодневные городские ярмарки. Нарбон можно назвать музеем старинной французской архитектуры под открытым небом. Акт не может сравниться популярностью и роскошью местных пляжей с более известными средиземноморскими курортами, однако условия отдыха здесь весьма привлекательны. На заметку. На побережье имеются отдельные пляжи для нудистов. Нимва Франции признан чемпионом по количеству античных памятников. Тулуза справедливо считается одним из главных городов Франции, занимая четвертое место в стране по числу жителей. Кроме того, Тулуза по количеству студентов уступает лишь столице страны Франции. Каркассон, центр средневековой торговли, настоящий город-музей с впечатляющими архитектурными памятниками в старой части, достойно пополнил список ЮНЕСКО как один из объектов мирового культурного наследия. Курорты Франции на море Южная Франция славятся не только фешенебельными пляжами и дивной природой. Регион буквально начинен архитектурными памятниками нескольких столетий. На карте достопримечательности отмечены Нарбон, Нимарль, Оранж, Монпелье, Авенен, Пак, Каркассон. Города совершенно справедливо могут называться памятниками под открытым небом, где сохранились подлинные постройки времен античности и средневековья. Туристов неизменно привлекают в Средиземноморье, замок и в Марселе, здесь в заточении пребывал знаменитый граф Монте-Кристо, дворец эпохи Возрождения в Па, римский амфитеатр в Ниме, город-музей Каркассон, дворец епископов в Нарбонне, дворец Папы в Авенене, итальянская Франция, остров Корсика. Особенно часто посещаются Бастию, Бонифача, Айячо, Лазурный берег. Города юга Франции можно посмотреть самостоятельно. Посещать исторические здания, куда разрешен доступ туристам, лучше в сопровождении гида. Возможности великолепного отдыха в южной части Франции поистине безграничны. На юге Франции местные курорты ранжируются по мере удаления от побережья, имеют различный уровень звездности и сервиса. В поездку можно смело брать ребенка, при отелях работают детские аниматоры, можно пригласить няню, разработано специальное детское меню. Замки Франции к услугам желающих, знаменитые южные курорты Средиземноморья, французская ривьера, фешенебельные курорты по роскоши могут смело соперничать с резиденциями королей, 300 километров корсиканских пляжей, пляжи Лангедока, Аржеле, Сен-Сеприон. Места существенно дешевле по стоимости курортов Лазурного берега, но ничуть не хуже по сервису и комфортабельности. Горные склоны, излюбленное место пеших прогулок обитателей кемпинга и палаточных лагерей у подножья. Важно, из России на юг Франции есть прямые авиарейсы. Самолеты приземляются в аэропортах Ницца и Марселя. Если не привлекают пляжи и морское побережье, можно выбрать альпийские курорты, заслуженные именуемые французской Швейцарией, Куршавель, Шамони, Экс-Ле-Бен или Танон-Ле-Бен. Бывалые путешественники дают следующие советы, пользоваться такси на Лазурном берегу Франции проблематично. В часы пик на дорогах нередко образуются пробки, во время которых счетчик авто продолжает работать, поездка может оказаться золотой. В общественных местах придется забыть излюбленный способ общения на родине, громкие разговоры, а клики, призывный свист немедленно вызовут немое порицание окружающих. На заметку. Это правило распространяется во Франции на разговоры по мобильному телефону. Во французских ресторанах и кафе, если предполагается короткий перекус, не следует располагаться за сервированным столиком. Лучше остаться за барной стойкой. Многие южные французские города не располагают широкими проспектами. Средневековая теснота улиц не позволяет перемещаться по ним большими компаниями, тем более, останавливаться посреди дороги для фотографирования или запуска видеосъемки. Самые сложные месяцы для отдыха на юге Франции – июле-август. Ощутимые неудобства, пробки, отсутствие свободного столика даже в крохотных кафе, огромные очереди на заправках, в музеях, супермаркетах. К выбору русскоговорящих гидов на юге Франции следует отнестись с максимальным вниманием, часто свои услуги предлагают недавние иммигранты из России, не имеющие опыта и квалификации в экскурсионном бизнесе. Французский юг обладает многими достоинствами, из которых главные – местные возможности туризма и отдыха. Шикарные курорты, потрясающие достопримечательности Южной Франции, великолепная кухня по праву считаются одними из лучших в индустрии мирового туризма.